Продолжение следует... Он настолько богат, а денег так много, что мне кажется, он даже не помнит, где у него что. И у Абрамовича наверняка огромный штат, который работает, собирает эти активы в кучку, воедино, распределяет, контролирует, подсчитывает. Поэтому ему-то все равно. Он не живет этим. Ему это до лампочки. Вот что значит быть кошельком у семьи. Новости такие поступают, друзья. Честно скажу, не знаю, как реагировать. И что здесь правда, а что нет, трудно сказать. Вот 5 часов назад. Сегодня у нас с вами 14-е. Это суббота. Когда я буду обрабатывать ролик, наверное, уже будет 15-е. Но не важно. Важна сама новость. Я вам ее даю через 5 часов после того, как эта новость увидела свет. В Португалии арестовали дом Романа Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро. Португальские власти арестовали дом миллиардера Романа Абрамовича в регионе Алгарви на юге страны. Компания Milhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать его за две недели до российского вторжения в Украину. Вы понимаете, что Роман Абрамович все знал, потому что наверху все давно было решено. А в это время Путин говорил, что нет, мы не собираемся вторгаться в Украину. У нас идут просто учения. А Роман Абрамович начал продавать свой дом. Он понимал, чем это может закончиться. И так он пытался продать его за две недели до российского вторжения. А португальская банковская госкорпорация успела предупредить об операции отдел финансовой информации полиции. И с 25 марта регистрация собственности была заморожена по требованию МИД Португалии. Абрамович после начала войны успел стать фигурантом санкционных списков Британии и Евросоюза. Власти Франции конфисковали его 12 вилл. Да куда же столько, друзья? Я понимаю, что, конечно, виллы хочется, их должно быть какое-то количество, но 12 вилл? Только во Франции. Только в одной Франции 12 вилл. Власти Франции конфисковали. Бедный Рома, чего там делать, куда столько было накупать? А остров Джерси, здесь уже были наложены аресты на 7 миллиардов его активов. Как писал Блумберг, миллиардер избежал американских санкций только из-за личной просьбы президента Украины Владимира Зеленского. Во как, Владимир Зеленский беспокоится Бобромовичем. А вы думали, а что я вам говорю, друзья? Зеленский – это агент Кремля. Но всем вам кажется, это невозможно. Я много чего говорю, что вам кажется невозможно. А через 5 лет, через 3 года вы все это увидите, все это откроется. И опять будете говорить, а кто же знал? Ну вот сегодня я вам опять говорю, что Зеленский, штаны его растут из Кремля. Так говорил сам Зеленский перед своими выборами. Поэтому он и заступается за Абрамовича. И была достигнута договоренность между Абрамовичем и Зеленским, когда Абрамович предложил посодействовать российско-украинским переговорам в обмен на исключение из черных списков. Однако, теперь отмечает издание, переговоры забуксовали. Россия бросила все силы на наступление в Донбассе. Поэтому чиновники в Белом доме снова призывают ввести санкции в отношении олигарха. И США начали готовить санкции против Абрамовича из-за буксующих переговоров Российской Федерации с Украиной. Он обещал, но не выполнил ничего. А что же он может выполнить? Он может только обещать. От него там уже ничего не зависит. Он уже никто. И придет время, когда из Абрамовича силовики начнут выжимать масло. Увидите, друзья, это должно произойти. Силовики будут из него выжимать масло. Те, кто сегодня захватил власть в Кремле. Власть в Кремле изменилась, переменилась. Которые тут временные слазь кончилось. Ваше время сели новые. А они еще бедные. Все, конечно, относительно. Бедность тоже она разная бывает. 100 миллионов – это бедность для многих из них. 100 миллионов долларов, не рублей. В рублях в России олигархи ничего не измеряют, только в долларах. А вот 100 миллиардов – это да. За Челси Абрамовичу предложили 5,3 миллиарда долларов. Но считают, что Абрамович ничего не получит. Тендер по продаже футбольного клуба Челси, который принадлежит, или принадлежал уже попавшему под санкции Роману Абрамовичу, собрал несколько американских миллиардеров. Организатор тендера, похоже, отдавал предпочтение заявке совладельца бейсбольного клуба Лос-Анджелес. Но в последний момент в это финансовое соревнование ворвался британский бизнесмен. Миллиардер Сэр Джим Рэдклифф, председатель Совета директоров нефтехимического холдинга Инеус, предложил за Челси 4,25 миллиардов фунтов. Это 5,3 миллиарда долларов. При таких ставках сделка с лондонским футбольным клубом станет самой дорогой в истории профессиональных спортивных команд. Пока рекорд, по данным DeLogic, принадлежит управляющему хеджи-форумом Стивену Коэну, который в 2020 году приобрел бейсбольный клуб Нью-Йорк Мэтс за 2,4 миллиарда долларов. Рэдклифф уже владеет французским футбольным клубом OGS Nice и велосипедной командой Инеус Гранаерс. Это британское предложение для британского клуба, заявил он по поводу своего намерения купить Челси. На развитие самого клуба пойдет меньшая часть денег. Условием продажи является перечисление средств в помощь пострадавшим от войны в Украине. Вот так. Раньше считалось, что эта сумма должна составить 2,4 миллиарда фунтов, но в начале недели потенциальным покупателям назвали цифру в 2,5 миллиарда фунтов. В заявлении Инеус говорится, что 2,5 миллиардов, как и требуется, пойдет на помощь украинцам, а оставшиеся 1,75 миллиарда фунтов на развитие клуба в течение 10 лет. Сразу же после начала войны в Украине Абрамович передал Челси в собственность одноименному благотворительному фонду, а в марте выставил на продажу. После этого бизнесмен попал под санкции. Его активы в Великобритании были арестованы. Из-за этого клуб поначалу даже не мог продавать билеты на свои матчи. Сейчас процесс продажи контролируют британские власти. Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За почти 20 лет клуб получил совокупный прибыток 894 миллионов фунтов. Это 1,12 миллиардов долларов по текущему курсу, согласно документам в корпоративном реестре. Абрамович же предоставил клубу кредиты примерно на 2 миллиарда долларов. Он заявил, что ничего не получит от продажи Челси и простил выданные клубу кредиты. На что еще остается делать? Он настолько богат, а денег так много, что мне кажется, он даже не помнит, где у него что. И у Абрамовича наверняка. Огромный штат, который работает, собирает эти активы в кучку, воедино, распределяет, контролирует, подсчитывает. Поэтому ему-то все равно. Он не живет этим. Ему это до лампочки. Вот что значит быть кошельком у семьи. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан. Силовики будут из него выжимать масло. Те, кто сегодня захватил власть в Кремле. Власть в Кремле изменилась, переменилась. Которые тут временные слазь кончилось. Ваше время сели новые, а они еще бедные. Кремле. Продолжение следует.